Перед памятным знаком в честь партизанки Кати Соловьяновой, кадеты, школьники, местные жители. Когда началась война, девушка, не раздумывая, встала помогать оборонять родной город. А когда Анапу заняли враги, ушла к партизанам, а затем вернулась, присоединившись к подполью. Очень отрадно, что в этот день присутствует не только старшее поколение, но и молодое поколение, которому есть брать с кого пример, с мужественной партизанки Кати Соловьяновой. На счету Екатерины Соловьяновой участие в диверсионных акциях, нападение на колонны, уничтожение имущества оккупантов, расклейка листовок. В 1942 году ее арестовали, пытали, а затем расстреляли вместе с матерью. В середине 60-х годов, к 20-летию победы, этой улице присвоили имя партизанке-подпольщице. С тех пор анапчане чтут память землячки. Наша улица, почему наша? Я вырос на этой улице, я живу здесь, ходил в школу по ней. Она была, кто знает местные жители, какая она была и какой она стала. Это все при помощи наших жителей, нашего руководства. Мы сделали ее такой прогулочной, красочной улицей. В городской администрации отмечают, что такие мероприятия и мемориалы важны, так как помогают сохранить память о лишениях, которые пережили анапчане в военные годы, а также о подвиге всех, кто сражался на этой земле. Мы никогда не забудем подвиг героев-освободителей. Мы всегда будем признательны нашим ветеранам. Благодаря им над нашим гордом воинской славы, над всей нашей огромной страной, сегодня мирное голубое небо. Часто видятся сны, как за землю анапскую дрались. Погибали сыны и в земле этой вечно остались.